Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Шлагбаум для ТБО в Рыбномском районе наконец-то решили запретить въезд мусоровозов из других регионов. Правило 3Н. Как отличить куперу подделку, рассказывают специалисты Банка России. Сказка по-домашнему. В Рязанском театре кукол для детей-сирот провели кулинарный мастер-класс. Администрация Рыбнского района на въезде к резонансно известному мусорному полигону в Зеленино установила шлагбаум и поставила охранный пост. Об этом местные власти сообщили на своей официальной страничке в соцсети. Указано, что на месте теперь постоянно будут дежурить сотрудники ЧОПа. Напомним, наш телеканал неоднократно рассказывал о противостоянии активистов и тамошних мусорных князьков. В итоге, как известно, в дело вмешался губернатор Павел Малков. Вот такое объявление разместила на своей страничке администрация Рыбновского района. На съезде с трассы М5 Большое Жоково к муниципальному мусорному полигону в Зеленино был установлен охранный пункт для предотвращения проезда мусоровозов и фурсцепок. На месте постоянно будут дежурить сотрудники ЧОП. А ведь еще с весны арендатор свалки, как ему казалось, держал крепкую оборону, видимо, рассчитывая на каких-то своих покровителей, спокойно пропуская при этом фуры с мусором из других регионов. Гражданские активисты взывали к совести регулярно. На протяжении уже большого времени московские машины сюда затаскивают мусор, так называемый, они его хотят обозвать ТБО, но здесь взятся всевозможные отходы, так скажем, и пищевые отходы, и отходы от конфиската. Запах в деревне жуткий, особенно во влажную погоду утром или вечером. Люди у нас там есть и астматики, поэтому дышать им трудно, касается этой здоровья. Ну и претензии, в принципе, я думаю, самые главные претензии – возят мусор из Московской области. Не может такая гора мусора за два года вырасти и оказаться вот таким араратом. Все изменилось со сменой власти в Рыбновском районе. Арендатору Олегу Генералову сначала мягко дали понять, что вольную трактовку законов надо бы прекращать. Не услышал. К делу подключился губернатор. И вот уже совсем недавно в прямом эфире с жителями области Павел Малков был категоричен. Знаю, что необходимые юридические действия уже сейчас производятся с арендатором, с текущим пользователем свалки. Знаю, что он реагирует пока не очень на это адекватно, скажем так. Поэтому, если администрация где-то на месте не справится, ну, значит, мы подставим плечо и тоже поможем. Если до 1 декабря она не закроется, ну, значит, там какие-то идут еще формальные процедуры, либо действительно собственник или арендатор препятствует этим процедурам. Ну, чуть-чуть больше времени это займет, но в любом случае, в ближайшей перспективе вопрос будет решен. Сегодня контракт с арендатором полигонов Зеленина официально расторгнут. Идут необходимые процедуры передачи свалки на баланс муниципалитета. Всем фурам доступ на нее теперь закрыт. Легковых автомобилей и машин, выполняющих хоть деятельность, запрет не касается. Многолетняя история противостояния зеленинских активистов с этим полигоном безразличия близка к своему завершению. При новогодней празднике количество фальшивых купюр, как известно, растет. Все делают покупки в попыхах, на банкноты внимания не обращают. Поэтому риск получить сдачу обычной бумажкой возрастает. Как отличить фальшивку от оригинала, рассказали в Банке России. На просвет мы с вами увидим водяные знаки, защитные нити. Это одно из трех главных отличий настоящей купюры от фальшивой. Об этом и рассказали на мастер-классе от Банка России. Его специально провели в одном из самых часто посещаемых торговых центров. Всем желающим предлагали определить, настоящая купюра или нет. Посетители знали только об одном признаке подлинности – должна прощупываться. О других никто даже не слышал. Пробел в знаниях восполняли на месте. Предлагаю вам использовать правило трех Н. На просвет, на ощупь, при наклоне. На просвет вы можете посмотреть, увидеть водяные знаки, защитную нить, микроперфорацию. При наклоне вы можете увидеть переливы всеразличные, наличие кип-эффекта. И на ощупь вы можете увидеть выделенные какие-то графические метки. Официально в Рязани чаще всего подделывают пятитысячные. Это статистика Банка России. Пятерка на лицевой стороне – каждая вторая среди поддельных банкнот. А вот каждая третья – с двоечкой. И далее по списку. Если у вас появились сомнения, настоящая купюра или нет, лучше от сделки отказаться. А если нашли такую в своем кошельке, то можно отнести в банк. Там сразу скажут, подделка у вас в руках или нет. Экспертиза бесплатна. Чаще всего специалисты банка проводят ее сразу при вас. Если купюра повреждена, но подлежит обмену, банк выдаст вам новую. Иногда установить подлинность банкноты довольно сложно. В таких случаях сотрудники банка отправят вашу купюру на проверку нам в Банк России. Поддельную купюру передадут правоохранительным органам. Если купюра окажется настоящей, банковский счет пополнится равнозначной суммой. Но лучше до таких крайностей не доводить. И, пользуясь правилом 3Н, четко отличить фальшивку от оригинала. А вот этот мастер-класс уже более позитивен. Новогодние чудеса традиционно наполняют горы в декабре. В Рязанском театре кукол сказку можно было не только увидеть, но и создать самим. Благотворительную акцию для детей-сирот поддержала Ассоциация кулинаров Рязанского края. Новый год – это прежде всего время чудес, волшебства, воплощения самых смелых мечтаний. И вот свои сказочные способности объединили волшебники из театра кукол и Ассоциации кулинаров. Для того, чтобы подарить новогоднее чудо детям из школ-интернатов. Это одно из самых любимых благотворительных мероприятий, в котором Рязанский театр кукол участвует. У нас много таких проектов, но этот самый-самый, наверное, теплый, сердечный, душевный. Даже история его создания, она такая домашняя, семейная. Наш директор Константин Геннадьевич Кириллов вместе с Ириной Валерьевной Даниловой придумали его непосредственно за чаепитием. Ассоциация кулинаров Рязанской области накрывает столы, проводит мастер-классы, а Рязанский театр кукол дарит сказку. Два года подряд формат мероприятия приходилось подгонять под обстоятельства. Ковидные ограничения вынудили в 2020-м выезжать к детям в интернаты, а в 2021-м обойтись без мастер-классов, только угощением и сказкой. Но в этом году привычный, полноценный формат вернулся. Новый год – это, конечно, всегда сладости. Он ассоциируется со сладкими мечтами, со сладкими подарками. Поэтому, конечно же, в первую очередь сегодня мастер-классы от кондитеров города Рязани, которые работают в наших ресторанах, от наших партнеров, которые у нас в этом году впервые появились. Это то, что вызывает, наверное, удовольствие и впечатление для деток. В холле театра детей уже ожидали несколько мастер-классов от ведущих рестораторов города. Приготовление еды сродни некому колдовству. Смешать ингредиенты, получить вкусное блюдо – сам процесс завораживает. Из опыта, да, дети любят рисовать на пряниках, дети любят, когда много дыма, когда фантастика, когда из ничего происходит мороженое, дети любят шоколад. Сладости, приготовленные собственными руками, под руководством опытных кондитеров, пожалуй, будет вдвойне вкуснее съесть. А сразу после мастер-классов и чаепития детей ожидает. Новогодняя сказка от театра кукол. Емеля, едущий на печи, даже взрослых не оставляет равнодушными. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – ярмарка продажа «Икра и рыба Камчатская». Свежие и вкусные морепродукты возле торгового центра «Премьер». Работает все до конца этой недели. Прошедшая ночь была самой длинной в этом году. Отныне световой день станет только прибавлять. Наши далекие предки почитали день зимнего солнцестояния как праздник. Сам Хейн, Йоль, Карачун в истории и традициях немного покопалась Марина. Во многих культурах мира день зимнего солнцестояния считается магическим и мистическим. Именно в эти сутки нужно завершить все начатое, чтобы освободить место для новых свершений. К примеру, древние славяне именно с этого дня начинали отмечать приход Нового года. Устраивали ярмарки с огромным костром на улице, проводили массовые гуляния с пением колядок и народных песен. Накануне такого древнего праздника необходимо выбросить весь хлам и навести полный порядок в доме. Пространство очищайте с мыслями о том, как вы выбрасываете из своей жизни все ненужное, освобождая место для чего-то по-настоящему светлого и хорошего. В 2022 году, сразу после зимнего солнцестояния, нас ждет еще один значимый с точки зрения астрологии день – Новолуние. Оно произойдет 23 декабря. Считается, что это время, когда на небе как будто бы нет луны, а значит нет ее энергии у людей. Зато следующие три дня с 24 по 26 декабря самое время загадывать желания. Их исполнению будет способствовать силы растущей луны. Так что не обязательно ждать боя курантов. Начинайте формировать список желаний и строить планы уже в последние недели месяца. В стародавние времена этот день отмечали с размахом, как рождение нового солнца. Чтобы ему не помешали темные силы, ночью разводили большой костер, праздновали шумно и ярко, привлекая силы добра. Наши предки верили, каким будет день солнцестояния, таким окажется и весь следующий год. С тех времен до нас дошла поговорка «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». Вот еще несколько народных примет. Дождливая 22 декабря обещает теплую весну. Если 22 декабря нет ветра, ждите в будущем году богатый урожай фруктов. Если утром 22 декабря лежит иней, в следующем году уродится много зерна. Зима – особенное время и для художников. Холодная и суровая красота, минимализм среднерусских пейзажей сочетается с магией и волшебством Нового года. Все это в картинах рязанских авторов на выставке в салоне на Старом перекрестке. Акварелия и масло, акрил и карандаш. Разнообразие техник и жанров, стилей и направлений. И все на одну тему. Зима. Вдохновение на каждом шагу. Четкие живописные линии веток на фоне снега создают минималистичные графические монохромы и становятся референсами для иллюстраций с выберенной композицией. Окрашенные закатным солнцем в мороз заснеженные ветки, множеством пастельных красок, как северное сияние, многообразие ликов зимы. Каждый себе представляет эту волшебную пору. У меня это обыкновенное новогоднее настроение. Две работы. Ну, это елка, масляные шары. Масляная пастель, она помогает быстро передать настроение. То есть, это такая очень быстрая техника, выплеск эмоций просто. Ну, вот в этот раз предновогоднее настроение хотелось просто передать. Поэтому это елочка новогоднее шампанское. То есть, как раз новогоднее настроение. Здесь и работы именитых художников. Маргарита Будулева с ее неповторимым, узнаваемым художественным почерком. И Виктор Грушиновицкий с его реалистичными пейзажами. И молодых перспективных авторов. Например, Владислав Фролов с его фантазиями. И Владимир Марков с широкими размашистыми минималистичными линиями. И удивительной точностью построения композиций. И использованием пространства полотна. Все мы вдохновлялись, конечно, над Новым годом, Рождеством. Придумали название, чтобы там было волшебство. И постарались передать это в своих работах. Я тоже постаралась передать вечернее гуляние, настроение его. Но причем показать традиционность этого действия. Несмотря на холод и прочие неприятности зимы, люди радуются чему-то. Ну, так уж повелось. Так деды радовались, прадеды. И мы, вот и как обязаны. Да, и это хорошо. Работа эта небольшая. Она смотрится как эскиз какой-то более солидной вещи. Но вот надеюсь, что, несмотря на ее недостатки, вот эту атмосферу радости и праздника, мне удалось передать. Иногда мы видели в Рязани такие гуляния в нашем парке. Тоже это было замечательно. Надеюсь, они будут продолжаться. Акварельные юмористические открытки, пейзажи, абстракции и реализм. Работы 22 рязанских художников в одном месте. Во многом характеризуют многогранность живописного сообщества нашего региона и создают новогоднее настроение. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 19 по 25 декабря. ТЦ Премьер.